Вау! Преступник погоня задержания опасного нарушителя. Фрагмент практического показательного занятия, пожалуй, ничем не отличается от ситуации, которая может произойти в реальной жизни. Открыло военно-патриотический сбор и самое зрелищное практическое занятие. Общий курс адресировки служебной овчарки и задержания нарушителя продемонстрировала кинологическая служба войсковой части 5526. Здесь контакт идет с военнослужащими. По сути, такие же ребята, только немножко постарше. Патриотическое воспитание, где-то даже может какой-то одобрительный жест, приветствие, воинские традиции. В прошлом году, например, мы взаимодействовали с нашими ветеранами, счастье, это уже очень большое поспорье. Безусловный опыт для наших ребят, военнослужащих, ну и для подрастающего поколения. Кинологическая работа, это, наверное, наш конек во время посещения. Собачки всегда восхищение вызывают у наших подопечных. Всегда им приятно посмотреть на это. Не менее запоминающаяся локация сборов была посвящена работе саперно-пиротехнической службы. Ребята познакомились с самым современным специальным оборудованием. У каждого была возможность примерить солакокилограммовый защитный костюм и узнать на практике, как работает металлоискатель. Юноши говорят, такие встречи – это не только хорошее подспорье для получения новых теоретических и практических знаний, но и очередной шаг в будущее, которое совсем скоро будет связано со службой в армии. В армии это пригодится, чтобы не начинать все сначала, изучать это все, а уже маломальски это все знаешь и будешь более-менее своим. Ты можешь узнавать то, что тебе пригодится уже 18-19 лет. С года в год и от мероприятия к мероприятию мы стараемся приобщить как можно большее количество людей, чтобы они могли определиться в своей жизни, кем они хотят быть. Ну и познакомились и с бытом военнослужащих, и, соответственно, в зале Олимпийской славы они могут посмотреть про достижения наших спортсменов, ну и тоже для себя определить дальнейшее направление деятельности. Возможно, они тоже наши будущие медалисты-олимпийцы. В завершении сборов учащимся был показан ролик о вреде спайса, после чего проведен профилактический разговор с психологом. Такая модель организации профилактической работы не исчезает бесследно. Ребята, состоящие на учете, но принимающие участие в подобных мероприятиях, становятся на путь исправления. Главное – правильно заинтересовать, показать, что можно совершить гораздо больше нужных и важных дел, чем проступков, перечащих букве закона.